Почему ты выбрал Россию? Если в мире нет России, зачем он нужен вообще? А что вот в целом китайцы думают про Россию? Русские папушки с винтовкой стреляют в ворону. Но когда китайцы сидят за столом, ты знаешь, они очень громко чавкают, очень неплохо. Русские все-таки европейцы или азиаты? Вот хороший вопрос. Я Мария Шахова, автор проекта «Мы и они». Но кто же эти «мы» и «они»? Сегодня «они» — это молодые ученые из Китая. А «мы» — это русские, которые смогли оценить их по достоинству. Что заставило гениального ученого-математика переехать из Китая в Россию? И как он меняет отношения между нашими странами? Чан Цинвэй, 28 лет, китаец. Математический гений из Поднебесной переехал в Россию 9 лет назад. За это время он успел стать ученым, победить в конкурсе «Лидеры России» и влюбиться в Ростов. Цинвэй в переводе с китайского означает «лучник». И выстрелил этот лучник именно в России. Тиньвэй, привет! Здравствуйте, Мария! Спасибо, что приехал ко мне на интервью. И вам спасибо за прокрашение. Я предлагаю общаться нам на «ты», если тебе комфортно. Конечно. Отлично! Тиньвэй, ты живешь в России практически 10 лет. Скажи, есть у тебя какое-то русское имя? Потому что я знаю, что большинство китайцев, которые переезжают в Россию, они берут русское имя. Например, у меня есть одна подруга, ее зовут Джея, но здесь ее называют Алисой. Да, конечно. У меня русское имя Слава. Оно появилось благодаря моей преподавательнице русского языка. Когда я учился на подфаге, она тоже сложно запоминать именно мое имя. И она решила придумать именно русское имя для меня. Я знаю, что вот в Китае имена очень много что означают. Твое имя Тиньвэй, что оно означает? Тиньвэй – это имя из идиома Тиньвэй Тянхай. Это имя дочери Бога. Она утонула в море. Она решила, то есть камнями закрыть море, чтобы защитить жизнь других людей. История нам скажет о том, что если у человека, если начало дело, если начало заниматься чем-то, то надо идти до конца. Есть такое выражение, что если результат нехороший, это значит, что ты еще не дошел до конца. Потому что конец любого дела должен быть хорошим и прекрасным. Китай, конечно, отличается своей мудростью. И я думаю, что нам есть чему поучиться. Но давай немного перейдем, поговорим о твоей жизни. Ты типичный, такой гениальный технарь. Спасибо. Если размышлять с точки зрения каких-то стереотипов, то по идее ты из Китая должен был поехать учиться в Америку. Почему ты выбрал Россию? Были два золотых времена хорошего отношения между Россией и Китаем. Первое, это примерно в 1950-х годах, когда еще был Советский Союз именно с Китаем, очень хорошее отношение было. А второе золотое время именно сейчас. Тут не просто из-за того, что очень хорошие личные отношения между президентом Российской Федерации и нашим президентом Си Цзиньпина, КНГР. Даже между двумя народами очень хорошее отношение. Когда я учился в школе, я не могу сказать клубоко, но я уже в принципе знал, начал знать о России. Поэтому Россия для меня это не просто цель, это как продолжение своей жизни. Поэтому я выбрал именно Россию. А что твои родители думают о России? Мои родители ни разу не были в России, но они же жили в Советском Союзе, когда они родились. И тогда в их возрастах все изучали не английский, а русский язык. Поэтому если люди, которым 50 лет, 60 лет, они знают русский язык, хоть и нескольких слов даже. А что вот в целом китайцы думают про Россию? У нас, во-первых, китайцы думают о России, очень храбрые люди, очень сильные люди. Шутка-шутка. У нас постоянно в китайских социальных сетях публикуют фотографии русской бабушки с винтовкой. Стреляют в ворону. Мы как два очень близкого народа, и между двумя народами, между двумя странами очень хорошо идут именно и международные дороговли, и образование, сотрудничество в области образования, культуры. Поэтому считают как свои друзья. В текущей ситуации, вот даже китайцы, народы, обычный народ, очень сильно поддерживают именно Россию. А ты поддерживаешь Россию в текущей ситуации? Абсолютно. По душе. А какие-то мысли были о переезде? Переезде именно чего? Из России. Ну, ты знаешь, многие иностранцы просто после начала спецоперации уехали из России. А, нет, я нет. Я очень спокойно отношусь именно к этим. Как Владимир Владимирович Путин сказал, если в мире нет России, зачем он нужен вообще? Ну, вот ты сказал, что в Китае очень любят русских и очень дружелюбно к ним относятся. А когда ты переехал в Россию, как относились к тебе? Изначально, когда мы учились на подфаке, преподаватели русского языка бесконечно повторяют одно и то же. Кроматику и бесконечно исправить нашу шрифту. Кроме того, когда я поступил на институт, то есть математики, механики и компьютерных наук, ЮФУ, и все преподаватели, они серьезные, жесткие, потому что они прямо прожили, учились во время Советского Союза. Это же математики настоящие. Но они относятся ко мне тоже, с одной стороны, со серьезностью, они хотят видеть мое именно старание. С другой стороны, помогут. Поэтому очень добро относятся ко мне, очень добро. Ну, а в целом, вот, например, когда я приезжала в Азию, ко мне обычно подходили люди и начинали со мной фотографироваться. Ну, потому что я блатинка, белокожая, и у них как-то это время. Да, так и есть. А ты, когда приехал, ты почувствовал себя, не знаю, иностранцем, приезжим? Вот хороший вопрос. На самом деле, я мало чувствовал себя как иностранец, потому что я родился в провинции Хэнани, но вырос в провинции Синьцян. Там много уйкуров, у них тоже европейское лицо, получается. То есть для меня, я не чувствую, то есть я прямо в другой стране нахожусь. Когда я приехал в Ростов-на-Дону, в этой стране очень много корейцев, то есть по нации. Ну, они тоже русские, но по национальности корейцы. Поэтому я куряю по улицам, получается. Люди увидят меня не как иностранцы, а как свои люди. Это хорошо на самом деле. Это очень сильно помогло, то есть на изучение русского языка для меня. Ну, как ты уже сказал, у нас с Китаем очень много общего, я с тобой согласна. В том числе, мне кажется, нас роднит вот какая-то такая вера во всевозможные всевышние силы, в мистицизмы. Я так понимаю, что в Китае их тоже хватает. Да, тоже есть. Я говорю, у нас много общего. Как, например, у нас стакан, то есть я разбила, получается. Это на счастье. У нас тоже самое на счастье. Ну, я предлагаю тебе попробовать вместе со мной сейчас узнать какие-то новые приметы. А может быть, ты их уже знаешь. Я буду говорить начало, а ты будешь продолжать. Или выбирать из трех вариантов, которые я предложу. Один. Хорошо. Итак, первая примета, она достаточно коварная. Что будет, если надеть одежду наизнанку? Первое. Случится несчастье. Второе. Случится удача. Или третье. Человек получит богатство. Но я бы выбрал третье. Богатство. Да. Правильно или неправильно? Неправильно. Неправильно. Почему я сказала, что коварная примета, насколько мне известно, если я не права, ты меня поправь, если человек надевает одежду наизнанку в Китае, то это к удаче и к счастью. А в России наоборот. Это означает, что тебя ждет несчастье. Скажи, ты когда-нибудь бывал на русской свадьбе? По официальному нет. Да, по официальному нет. Ну, тогда я думаю, что тебе в любом случае пригодится эта примета. Итак, как ты считаешь, почему у нас на свадьбе принято кричать горько? Вот хороший вопрос на самом деле. Когда я учусь... Подожди, первый вариант ответа. Чтобы испортить праздник. Второе. Чтобы молодожены съели что-нибудь горькое. И третий вариант. Чтобы обмануть злых духов. Третий. Правильно. Да, третий. Ну, я хочу сказать по-другому. Ну, как раз счастливый момент получается. Ну, счастливый момент, как сладкая жизнь, должен быть на основе горького чего-то. Поэтому они кредиты горькие. Типа не запоминать в своей жизни были горькие моменты. Слушай, это очень интересная трактовка. Да. На самом деле это все идет из древности. Потому что считалось, что во время свадьбы могут прийти злые духи. И чтобы обмануть этих злых духов, не показать им, что все хорошо, кричали горько. Тем самым злые духи обманывались и уходили. Но твоя интерпретация мне тоже очень даже нравится. Итак, последняя примета, она связана с перекрестком. Что ждет человека, который на перекрестке поднял чей-то предмет и забрал себе? Первый вариант. Человека ждет удача. Второй вариант. Несчастье. И третий вариант. Его ждет новый друг. Несчастье. Правильно. Знаешь, почему? Не знаю. Потому что издревле перекрестки на Руси вообще считались таким магическим местом. И очень часто всевозможные маги, колдуны, ведуньи, которые жили в деревнях, они проводили свои обряды и выбрасывали какие-то вещи, на которые наговаривались, ну, какие-то определенные слова магические, они выбрасывались на перекресток. Соответственно, если другой человек пойдет, видит этот предмет, он может несчастье другого человека забрать себе. Понятно. Ты угадал одну из трех, ты уже на треть практически русский. Русская душа. Да, у меня русская душа, я думаю, так давно появилась. Расскажи, пожалуйста, ты занимаешься наукой. Да. На чем ты сейчас специализируешься? Вот сферой моих научных интересов являются алгоритмы выпуклой онлайн-оптимизации в задаче выбора инвестиционного портфеля. Ну, если своими словами, то это алгоритмы, которые нужны программистам. Сейчас, наверное, вы знаете, сейчас на дорогу едет машинопезводитель, а тут главные алгоритмы, получается. Тут есть машинообучение, как метод, получается. Вот. И именно математики разрабатывают именно эти алгоритмы. И мы думаем, то есть найдем самый актуальный метод, путь к правильному решению. А какие крупные российские компании на сегодняшний день являются твоими клиентами? Например, в Китае есть и Пайду компания, и Тэнгшюнь тоже. А сейчас, кстати, Хуавей тоже занимается. Но они покупают твою технологию. А не мою технологию вообще-то. И они, то есть, ну это все математики вместе, то есть решают, думают. Если новая технология появится, обязательно с момента появления нового алгоритма. Вот практически за те 10 лет, что ты в России, ты, конечно, добился огромных результатов. А как ты считаешь, вот если бы ты жил в другой стране, ну, например, в Китае, ты бы смог добиться такого же успеха? Я приехал в Россию, и очень повезло. Вот с русским языком, ну, более-менее нормально. То есть я получил. Хороший русский. Да, и достижение. Но тогда еще не очень. Но все равно среди своих студентов, да, И все это дало мне уверенности, прямо и веру, иди дальше. И на основе этих достижений маленьких получается, и я уверен, что я сделаю еще больше. А если в Китае, я не знаю, у нас в Китае очень большая конкуренция. Может быть, достижения еще не успел делать, а ты уже умер. А вот есть явные отличия российских вузов и китайских? В Китае очень мало университетов. Если сравнить с количеством выпускников школ. А в России очень много университетов. Это даже достаточное количество вузов, которые могут допринимать всех выпускников школ. А в Китае нет. Например, в провинции Ханани в прошлом году примерно миллион триста тысяч выпускников старших школ в одной провинции. А на время она участвует в ЕК. И те вузы, которые могут этих школьников принимать, около 50%. Если плюс еще колледжа, высшего профессионального образования, которые могут их принимать, ну, где-то 70%, не более 80%. А в стране 20-30% выпускников старших школ просто нет вузов, на которые они могут поступить. И поэтому вот тут у меня появился именно свой бизнес. Вот. Я им помогу с одной стороны, с другой стороны. Надо правильно реализовать свой бизнес все-таки. А если сравнивать уровень образования в России и в Китае, он отличает? Они оба хорошие, можно сказать. Они оба хорошие. И сейчас, неважно, российские вузы или китайские вузы, они очень в области науки теряют очень большие достижения. Ну, ты знаешь, я вот, когда жила в Америке, очень часто слышала от своих друзей, в том числе, которые учатся в университетах, в том числе от русских друзей, которые переводились из российских университетов в американские, историю про то, что в России очень сильное образование, особенно математика. А вот математика в России сильнее, чем в Китае? У нас в Китае, получается, математики, ну, студенты, да, вот, требуют очень много времени на решение очень многого большого количества задач для того, чтобы хорошо принимать теорию, теорию. А в России, получается, математика очень сильная, потому что она осталась именно даже с времена именно Советского Союза. И во время России, то есть вот во времена именно России, математика очень сильно развивалась. Поэтому, да, она очень крепкая, вот, очень сильно хорошо развивалась. Поэтому тяжело. Ты уже упомянул немного о Советском Союзе. Мы знаем, что в Советском Союзе у нас достаточно сильная была наука, а после того, как случился развал страны, мы, к сожалению, очень многое потеряли. Вот как ты считаешь, мы в России сможем восстановить тот уровень науки? Конечно. Потому что, если народ не потерял веру, то рано или поздно все равно возвращаться к состоянию, которое хотел народ. Потому что сейчас Китайская народная республика, Китай, то же самое. У нас самые сильные именно времена были династии Танг, например. Мы сейчас тоже хотим возвращаться к тем временем. И мы стараемся к этим. И мы знаем, что мы это сделаем. Я знаю, что вы тоже это сделаете. Самое главное, что мы вместе. В СМИ часто говорят об утечке мозгов из России. Однако статистика показывает обратное. Так, за последние три года количество приезжающих иностранных специалистов значительно превысило число ученых, которые покидают нашу страну. В основном из России за границу ученые едут в командировки на несколько месяцев. А вот иностранные специалисты приезжают к нам на более длительный срок. Причем в итоге более половины из них остается жить в нашей стране. Вот мы с тобой уже начали так плавно сравнивать две страны. Есть, вот скажи, какие-то бытовые особенности, к которым ты не мог долго привыкнуть в России. Вот, например, мои друзья, американцы, европейцы, долгое время не могли привыкнуть к тапочкам в доме. Я когда жила в Америке, говорю, разувайтесь. Тапочки, пожалуйста. А есть у тебя какие-то особенности в России, к которым ты никак не мог привыкнуть? Наверное, я просто сильно не обращаю внимания на эти. Если что-то я часто забываю, я, кстати, вот, интересно, я номер телефона свой, использую около 10 лет, я точку более его не могу запомнить. Я просто на него не обращаю внимания. Знаешь, многие русские, ну и вообще европейцы в том числе, говорят о том, что большинство китайцев на первый взгляд одинаковые на лицо. А вот в Китае как считают европейцы одинаковые на лицо? Ну, если с первого взгляда, да, то есть очень похоже. Даже если не обращать внимания на волосы, на самом деле, даже ты не обращаешься, ну, ты даже не определяешься мальчика или девочки. Ну, а со временем, вот, ты, конечно, заметишь разницу между ними. Это, ну, как это, наверное, так работает мозг или наши вот глаза, получается. Просто для нас, мне кажется, для европейцев, если нам сказать, что мы все одинаковые на лицо, там, для русских, да, это же удивительно, потому что мы совсем не одинаковые на лицо. Не могу тебя не спросить про маски. Мы, конечно, с определенного времени во всем мире стали носить маски, но в Китае маски носят уже достаточно долгое время. Причем раньше, насколько я понимаю, это было связано с загрязнением воздуха, очень сложно было дышать на улицах. А с чем вообще связана какая-то экологическая катастрофа была или что? Иностранцы думают, что все китайцы носят именно маски, а на самом деле нет. Просто одну фотографию сфотографировали и публиковали в интернете, это не значит, что все такие. Может быть, он просто простутился. Вот, не все, нет. Интересно, я всегда, честно говоря, думала, что носят маски. Ну, знаешь, вот как в Японии. В Японии очень много людей ходят в масках. Не знаю почему, ну, может они... Опять же, может быть, тоже в интернете читали просто. Нет, я была в Токио сама. И, кстати говоря, когда находишься в Токио, всегда можно отличить японца от китайца. Это очень просто. Потому что китайцы всегда шумные, они всегда кричат, они всегда очень бросают вот так мусор. И японцы очень не... Ты знаешь, да, китайцы не любят японцев? Потому что мы любим жизнь. Потому что жить надо, как тебе комфортно, да? Не, ну, мусора я не согласен. Ну, шумно, да. Если вы выйдете в автобсе, да, вот сидите прямо, то есть, да, шумно, мы разговариваем, потому что мы любим свою жизнь. Мы любим общаться. А, кстати, это большая разница, когда я вот сижу, то есть, в автобсах, именно в России, да, тут очень тишина. Все читают книги, даже по телефону разговаривают, очень тишина. Но когда китайцы сидят за столом, ты знаешь, они очень громко чавкают, у них прям как-то все грязно. А это уже счастье. Особенно, когда семья или друзья вместе. Мы вместе. У нас именно стол крутенькое получается. И они крутятся. У нас не бывает в Китае заказывать свою и кушать сам по себе. Нет, мы вместе кушаем. Но стол крутенькое, потому что ты сможешь видеть каждого человека. Это счастье. Потому что пока вместе еще. Все-таки время идет. Поэтому надо ценить вот счастливые моменты, когда у тебя еще есть. Вот ты уже упомянул, что ты, когда ездишь в автобусах здесь, в России, ты замечаешь людей. Но я думаю, что ты, в принципе, замечаешь много разных вещей, в том числе и общественный транспорт. Насколько общественный транспорт в России более развит, чем в Китае? С момента, когда я приехал в Россию, я стал преподавателем китайского языка. Для школьников. Ну тогда свободных времени много было. И у меня очень много школьников было. То есть учеников. Они живут в разных местах. Мне придется ездить именно по автобусам, по маршруткам к ним и домой, чтобы помочь им. Потому что у детей очень мало времени. Я видел их график прямо с ума сойти. У них вообще нет свободных времени. Поэтому я к ним приеду. Поэтому я часто сижу. И трамвай тоже сижу. Если сравнить китайский транспорт с российскими общественными транспортами, разница большая. Потому что в Китае меняется очень быстро. Сейчас все современное, электронное. А в России, если ты долго едешь, то меняется очень медленно. В течение 10 лет, 15 лет. Тоже самое автобус. Это неплохо и нехорошо. Это вот так и есть. Ну, мне кажется, в Москве достаточно такие новые. В Москве, да. Это особый случай. Потому что это столица все-таки. Теньвы, но я не могу тебя спросить. Все-таки ты живешь 10 лет практически в России. Не могу тебя спросить про русскую кухню. Как ты вообще к ней относишься? И насколько она отличается от китайской кухни? Очень сильно. Как языки и как кухни. Очень сильно отличаются. У нас, например, много жареных в России. Вот если первое блюдо, еще второе, то есть и по очереди. Это, конечно, интересно. Из-за того, что все разные, поэтому ты чувствуешь их разницу. И тогда ты узнаешь именно ум народа. Это же все так... А это не один человек придумал. Это через долгое время и все осталось. А какие твои любимые блюда? А шашлыки читаются? Конечно. Мне нравятся шашлыки, потому что с людьми общаться очень хорошо. Сзади столом. Каждый человек выражает свои мысли, свои жизни текущие. То есть блюдо... Есть и блюдо, но с помощью блюда, если дружба, любовь между людьми укрепляются, то блюдо хорошее. Поэтому мне нравятся шашлыки. А как быстро ты перестроился с китайской кухни на российскую, на русскую? Я думаю, что с первого дня. Вот самое сложное, на самом деле, это с майонезом, знаете, да? Очень тяжело привыкать. В Китае майонеза нет? У нас майонез, наверное, есть, но мало, не так часто. Очень редко, можно так сказать. Я, может быть, год вообще, один раз, наверное, не вижу. Не, серьезно. Теневы, ну я предлагаю тебе попробовать угадать традиционное русское блюдо. Не знаю, пробовал ты его или нет, но я постараюсь тебя удивить. С удовольствием. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами. Теневы, ты готов? Готов. Отлично. Надевай маску. Хорошо. Только не подглядывай. Ничего не вижу. Это хорошо. Давай левую руку. Держи тарелку. Это блюдо можно есть руками. А, руками сразу? Да. Просто так, да? Угу. Это пирожок. Вкусно. Это творог, да, получается? Да. Пирожок с творогом, да, получается? Ну, почти. Можешь снять маску, посмотреть. Да, я знаю, как выглядит. Это акцена. А когда я учился на подфаге, я часто кушал. Это батрушка. Патрушка? Патрушка. Знаешь, откуда она произошла? Ее начали печь еще на Руси, когда было язычество. И тогда эти пирожки посвящали богу солнца, Ярила. То есть вот это все означало... А, по форме солнца. Да, по форме солнца. Но куда еще кушать? И очень... Приятного аппетита. И очень часто вместо творога туда клали лук. А потом со временем трансформировался в творог. Тиньбы, мне очень интересно поговорить с тобой о языке. Я знаю, что китайцам очень сложно произносить букву Р. Но при этом ты ее говоришь отлично. Расскажи, как ты выучил. Это очень интересная история, на самом деле, была. Но, прежде всего, хочу сказать разную сложность языка. Я всегда отношусь именно к языку с большим терпением, с большой любовью. Потому что это, опять же, ум народа. Да, потому что долгая история, то, что осталось. Сложность русского языка — это в грамматике. Потому что русский язык — очень грамматический язык. И если ты хочешь его выучить, надо четко выучить его каждую букву. Ну, хотя тяжело, но надо выучить. Сложность китайского языка — это описание иероглифов. А из русских букв, самое сложное, как вы сказали, «р» — русская буква. Много студентов, неважно сколько лет, уже живут именно в России, сколько лет уже изучают русский язык, не могут выучить это конца, эту букву. А я, когда учился, я лежал на кровати, вот, и моя голова именно, то есть, снизу пустилась, чтобы язык, типа, наверх был. И чтобы с помощью воздуха чувствовать язык, как двигаются. Когда звук «р» появится, я сразу вот встаю опять и чувствую, ну, то есть, найду такое ощущение. И вот тренируюсь. Вот я тратил целый месяц только на эту букву. Когда я получился с этой буквы, я заметил, что в русских словах не бывает отдельно буквы является словом. Это обязательно в слогах. Обязательно запоминайте несколько слогов. Это «ра», «ро», «ру», «ры», «ра» получается. Поэтому, ну, вот она тренироваться. Диньба, я знаю, что ты победил в конкурсе «Лидеры России». Расскажи, как это вообще, как тебе вообще пришло в голову участвовать в этом конкурсе? И есть ли что-то похожее в Китае? Вот этот конкурс, получается, при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» для целого мира. То есть участники могут участвовать прямо из любой точки мира. Поэтому талантливых людей очень много. И эти люди все проверенные. Со своим готовым проектом приехали именно в Россию и участвуют именно в этом конкурсе. Поэтому победа для меня, этого конкурса, да, для меня – это очень большое счастье. Ну, в России очень много разных конкурсов, не только… Да, очень много. На самом деле, особенно в последние годы. Очень часто вижу с помощью платформы «Оно Россия – страна возможностей». Даже для школьников, для студентов привели очень много конкурсов. Это очень хорошо для развития страны. В Китае что-то похожее или просто какие-то конкурсы есть? У нас нет. У нас немножко по-другому получается. Крубо говоря, если ты хочешь быть мэром города, тебе сначала надо быть начальником деревни. И не меньше там двух-трех лет. Только каждой должности несколько лет. А тебе отойти до мэра, например, это требует очень большое время. Тиньвы, хочу поговорить с тобой немножко о личном. Скажи, ты планируешь остаться в России навсегда? Я планирую оставаться в России на второй именно половине жизни. Вот, принимал такое решение. Так как сейчас в России учатся именно моя родная сестра, и еще моя невеста тоже учатся именно в России. В моей команде все китайцы аспиранты и магистранты. То есть в центральной части команды. Мы занимаемся гуманитарными сотрудничествами между Россией и Китаем. У меня всегда такое мнение. Если мы сегодня не сделаем, то завтра другие люди на месте нас делают это дело. Поэтому вот я решу оставаться в России, потому что это дело делается до конца. Я думаю, что ни один человек, ни одна команда, даже ни одно поколение. Это может быть с помощью нескольких поколений. Это дело делается именно поколение за поколением. У нас есть знаменитые строки блока о русских, который писал, Да, скифы мы, да, азиаты. А как ты считаешь, русские все-таки европейцы или азиаты? Я думаю, что по территории так определиться, это нечестно. Надо определить на основе культуры, литературы и по душе народа. Вот как ты считаешь? По моей точке зрения, русские, это, наверное, ближе к азиатам. Азиатам к нам, то есть попрежше. Вот я говорю, у нас много общего. Тиньбы, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Постарайся отвечать максимально коротко. Главный стереотип иностранцев о России? Смелости, храбрости народа. Русские мужчины, это можно играть даже с медведем. И русские никого не боятся. Что для тебя значит слово патриотизм? Патриотизм — это любовь к стране. Но должно быть на основе политики, на основе истории, на основе традиций, литературы. И тогда это правильная именно любовь к стране. Три главных качества русской души. Вот хороший, интересный вопрос. Первое — серьезности. Это может быть из-за того, что я учусь на Мехмате, наверное. Вот серьезность. И мои партнеры все серьезные. Поэтому вот у меня в голову сразу появилось первое слово — это серьезность. Второе — это доброта, добрая душа. Могут быть, это русские много... Мне лично и моим студентам очень сильно помогли и помогают часто. Вот. Третье — это открытая душа, открытости. Потому что у вас в России больше ста наций, да, больше ста, или около двух ста наций. И живут все хорошо и вместе. Вот. Это очень нелегко, на самом деле. Это благодаря как раз открытости страны, народа. И тогда вот так много наций, можно мирно все вместе жить. И главное, что могут вместе, рука за рукой, и делать большой будущей страны, это еще молодец. Это все лучшее. Спасибо большое, Теневы. И вам спасибо. Мне кажется, получилось очень круто. Кто бы сомневался. Точно. Это проект «Мы и они». Я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.